Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Команда экс-кандидатов президента Беларуси Тихановской обнародовала шесть сценариев развития ситуации в стране. 3 декабря Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский представил возможные сценарии развития ситуации в Беларуси и участия в них самой Тихановской. Говорится в сообщении на сайте Тихановской в четверг. Добровольский отметил, что первым сценарием может стать проведение новых выборов в результате переговоров. Причину начала этих переговоров может быть две. Действующий президент Лукашенко сам принимает решение, либо группа людей, представляющих интересы. Прежние власти принимают решение о выступлении в переговоры. В обоих случаях со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской. Группа сотрудничает с курсоветом. Второй сценарий, по мнению Добровольского, это новые выборы. В результате того, что должность президента становится вакантной из-за того, что бывший президент покидает страну, подает в отставку или подвергается аресту. Третьим вариантом может стать ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения. Добровольский считает, что в таком случае Лукашенко остается у власти на некоторый период, но в отсутствие его легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период. Сценарий становится неустойчивым, есть тенденция перетекания его в первый или второй. Четвертый предполагает попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут. Проводится Всебелорусское народное собрание, которое является неконституционным органом. На собрании принимается проект изменения конституции, скорее всего, без конкретного содержания и конкретных сроков реализации. Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным. На общественную поддержку он рассчитывать не сможет, отмечает Добровольский. По его мнению, объявление новых президентских выборов весной 2021 могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но Лукашенко вряд ли на это пойдет. «Крайне маловероятно, что удастся сохранить управляемость до весны 2021 года. Вероятность продержаться до осени и вовсе близка к нулю», – заявил советник Тихановской. В качестве еще одного сценария Добровольский называет «возможность введения в Беларусь российских военных и полицейских формирований с возможностью инкорпорации или без нее». По его мнению, у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время. Но санкции, большая нагрузка на экономику и внутреннее волнение приведут к нестабильности ситуации в России. Вторым вариантом этого сценария может стать то, что Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти. Это может вызвать раскол в силовых структурах и массовые протесты. При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. «Отношения с Россией будут безнадежно испорчены», – прогнозирует Добровольский. И, наконец, последним сценарием оппозиционер называет «номенклатурный или военный переворот» – отстранение Лукашенко от власти. Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарий 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия. Народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода. Но Лукашенко отказывается уходить, – резюмировал Добровольский. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.